Так, смотрите, у нас сегодня такая последняя тема на этот семестр. Это вообще говоря, ну она, ее по-хорошему надо было чуть раньше рассказывать, но я немножко хронологию изменил. Сейчас это про протокол BB84, про его оптическую реализацию, про некоторые трудности с этой реализацией, про заплатки на эти трудности. Вот про что я хотел поговорить. Да, я примерно их уже с FISEC сформулировал. Если у нас останется время сегодня, а скорее всего оно останется немножечко, я про них поговорю, про эти вопросы. Ну еще опять же посмотрим, что из сегодняшних тем мы включим туда. Не совсем, нет, дикой стоит я не очень часто хотел. Я сейчас хотел как раз более на ранние эпохи остановиться, а именно на САРГе. САРГ не все, возможно, знают, поэтому про него бы я рассказал. Итак, BB84. Именно что в отличие в том, что у нас нет однофотонных источников, у нас есть лазеры, которые, собственно, ослабленными экигенетными импульсами пуляют. И как мы их помощью этих лазеров можем BB84 реализовать? Одна из схем, которая, в общем-то, активно используется, ну и как базовую давайте именно ее и рассмотрим, она заключается вот в чем. У нас, ну, Алиса генерирует одно из состояний с разной поляризацией, то есть у нас получается в качестве состояния 0 в базисе плюс используется состояние с вертикальной поляризацией, единица в базисе плюс — это состояние с горизонтальной поляризацией, 0 в базисе крест — это диагональная поляризация первая, единица в базисе крест — это вторая диагональная поляризация. Ну, я не знаю, как вот это лучше назвать, я назову первая диагональная, вторая диагональная, вы уж там это для себя как хотите их определяете. Вот, но теперь у нас источник, он пуляет не вот одиночные фотоны в таком состоянии, а ослабленные лазерные импульсы, где каждый фотон приготовлен вот в таком состоянии. Это, ну, как это математически описать? На самом деле тут люди предпочитают разные описания. Вот, я надеюсь, такая формировка будет понятна. Что мы пуляем ослабленным лазером, который иногда не выдает ничего, иногда он просто выдает вакуумное состояние, иногда выдает один фотон, иногда два фотона, иногда три и так далее. Распределение количества фотонов, оно согласно Пуассону у нас, а вот каждый из этих фотонов, он в такой поляризации находится. То есть это не экрегерентное состояние? Да вообще говоря, экрегерентное состояние, где каждый из них, из фотонов, имеет вот такую поляризацию. А это одно из четырех? Да, одно из четырех. То есть, соответственно, мы каждый раз выбираем поляризацию и в зависимости от нее мы пуляем фотоном. На самом деле, как это обычно рисуют, у нас есть четыре источника, каждый из них настроен на какую-то свою поляризацию. И он со своей поляризацией фотоны выдает. А дальше у нас есть вот здесь вот просто зеркала стоят, а здесь у нас стоят светоделители, которые расположены… Как там они у нас? Вот такой светоделитель здесь стоит, вот такой светоделитель здесь. Так, так, так. Здесь у нас зеркало и здесь у нас еще один светоделитель. сейчас я нарисую и потом посмотрю насколько я правильно рисовал по он правильно рисовал так 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 че-то мне вот это не очень нравится сейчас я гряну насколько соответствует рисунку который я люблю так вот этот мне вот этот светодиятель не нравится сейчас его сотру и нависую более симпатичная а сейчас мы все нормально сейчас нормально вот это стало нормально по-моему да уже нормально вот теперь вот здесь вот у нас зеркало они светоделитель да нет почему он вот так вот может отразиться может поскочить туда может поскочить может отразиться тогда довольно пока все нормально вот так и теперь у нас вот здесь вот еще один светоделитель вот такой у нас вот теперь все хорошо и вот так вот она летит дальше то есть у нас три светоделителя вот и три зеркала каждый сигнальчик проходит через 12 светоделителя на самом деле уже там он когда проходит через это делитель он может потеряться может не потеряться Но важно, что вот эти 4 источника выдают 4 разных поляризации. Поляризация давайте вертикальная будет здесь, горизонтальная и 2 диагональных поляризации. Соответственно, в каждый момент времени какой-то один источник пуляет, и дальше летит импульс, который поляризован нужным образом. То есть имеется в виду, что у нас по этому пути летит импульс, который имеет нужную поляризацию. А если у нас эта поляризация, она получается вот так вот должна будет проскочить. Эта поляризация вот так проскакивает, ну и так далее. Это уже дальше несложно. Они все в равных условиях, то есть каждый должен действительно через два светоделителя пройти. Ну и там кто-то отражается от зеркала, кто-то не отражается. Это не имеет большого значения. Вот такая у нас схемочка на передающей стороне стоит. А на приемной стороне у нас стоит такая схема. Сначала мы делим состояние на светоделители. И затем у нас стоит поляризационный светоделитель, за которым стоят два детектора. Давайте я в квадратике буду поляризационный светоделитель рисовать. На самом деле поляризационный светоделитель, он, вот сейчас храм меня будет поправлять, наверное. Вот что он делает? Он пропускает, если одна поляризация, и отражает, если другая поляризация. Правильно? Вот, правильно, да. Да, давайте вот эта схема у нас и будет соответствовать горизонтальной. Горизонтальный пропускает, вот давайте, вертикальный отражает. То есть этот детектор настроен на горизонтальную поляризацию, это детектор настроен на вертикальную поляризацию. Здесь у нас такая же схемочка, но она, как обычно в тех схемах, которые прямо в экспериментальных установках делаются, она повернута на 45 градусов. Или можно здесь нарисовать линию задержки этой поляризации, которая меняет ее. Но так или иначе схема такая же, но она ловит две другие поляризации. Это обычный светоделитель. То есть я поляризационные светоделители в квадратике рисую, а обычный рисую просто зеркалом. Четыре источника лазера, да, каждый на свою поляризацию настроен. Это, в принципе, одна из возможных схем. Схемы, может быть, разные могут быть. Ну и давайте теперь вот здесь у нас будет, это будет ловить первую диагональную поляризацию. Вот этот. Это имеется в виду, что здесь у нас меня… Либо оно стоит под углом, либо здесь мы меняем поляризацию. Да, это смена поляризации. Ну, имеется в виду, что эта схема, она не точно такая же, как эта. Она повернута под 45 градусов, либо какое-то преобразование, которое поляризацию меняет. Вот здесь вот есть. Реализация меняет как линейную, линейную или прям линейную круговую? Какой-то поворот, лям-на-пополам, лям-на-четыре. Лям-на-четыре, кажется. Если лям-на-четыре, значит, это может быть политично. Окей. Сейчас посмотрю, что нарисовано. Должно быть написано в схеме обычно. Я сейчас расскажу, что написано так. Лям-на-пополам. Вот такая у нас схема. И обратите внимание, она немножечко… Вот смотрите, теперь обратите внимание, что эта схема, она несколько отличается от того BB84, который мы писали на бумаге. Отличается она вот чем. В нашем BB84, который мы писали на бумаге, у нас Боб выбирает, в каком базисе ему мерить, и в этом базисе меряет. Либо он меряет в базисе плюс, либо он меряет в базисе крест. Здесь Боб не выбирает, в каком базисе ему мерить. Это то, что называется пассивный выбор базиса. То есть имеется в виду, что вообще говоря, он меряет в двух базисах сразу же. Просто он светоделителем, он разделяет состояние пополам, Половинку меряет в одном базисе состояния, половинку меряет в другом базисе. Соответственно, в принципе, у него кликов детекторов могут быть разные клики детекторов. Давайте детектор обозначим опять же 1, 2, 3 и 4. И, например, на состоянии с вертикальной поляризацией могут кликнуть детекторы 1, 2 и 4. На состоянии с горизонтальной, ну вот давайте вот здесь я это буду писать, 1, 2, 4. На состоянии с горизонтальной поляризацией могут кликнуть детекторы 1, 2, 3. На состоянии с первой диагональной могут кликнуть 1, 3, 4 и тут 2, 3, 4. Если мы посылаем горизонтальную, да, может кликнуть третий детектор, опять же, может и не кликнуть. Опять же, у нас лазерный импульс, который, в принципе, может вакуум содержать. Может и не кликнуть третий. Четвертый не кликнет. А здесь может кликнуть как первый, так и второй, могут кликнуть они вместе. И так тоже можно. Вот эта коробочка сейчас можно? Поляризационный светоделитель. Вот это? Да. Вот это. Ухран, ваш выход. Что это за коробочка? Ну, я могу написать, давай так проще. Да, напишите. Ну, в общем, мы поделились завтра по форме гранции. Ну, смотри, у нас вот, если у тебя заходит, ну, не важно, какая волна, да, то что происходит? Вот у твоей коробочкой вот эта есть ось. Если ее ось, она направлена с вертикалью, то ты просто к этому члену приписываешь еще, умножаешь просто это все на Е в степени И, раз лямбит пополам, то это что? Лямбит пополам, то это что? Лямбит пополам и то же самое, на праву. Это про ризатор? Про ризатор, я правильно понимаю? Пластинка, которая отсекает другим по ризаторам? Нет, она ничего не отсекает. У тебя она просто поворачивает. А, а эта пластинка с лямбой пополам? Она просто прибавляет фазу. То есть вот у тебя вот этот член, если у вас ось направлена с вертикалью, он просто у тебя, вот раз Е в степени И, то тут будет минус БВ. То есть она отражает, значит, она... То есть, смотри, вот была В, да, если ось вот этой пластинки была... А, это с 3 и отражение, да. Смотри, если была ось, была ось, она направлена с В, то у тебя станет минус В, да? Да. Если вот ось была под каким-то углом, да, ну, допустим, под углом, пусть будет Фи, минус В, то ты делаешь следующее. У тебя... Ты проецируешь и В на это, да? И проецируешь А на это. У тебя произойдет следующее, что каждый из векторов повернется, и у тебя произойдет поворот, ну, отражение относительно вот этой штуки. То есть у тебя была вот такая волна, да? Она вот так прибавилась, да? У тебя произойдет отражение. Она будет вот так прибаваться. То есть вообще, в общем случае, если есть угол между... Если есть твой начальный угол, вот у тебя такая линейная полиализация идет, да? Это просто твоя волна. Если угол тета, вот это ряда пополам, то поворот произойдет на 2 минус тета. Это вот можно расписать. То есть она просто крутит, она умеет крутить. Она крутит, ну, вот мы можем так вам новую стадию. Ну вот как она по-английски называется. Я не знаю, там это, насколько это... Как по-русски переводится? Half-plate. Half-wave. Халф-вейв, давайте wave. Так, вот какие детекторы могут кликнуть в случае... Все-таки крутит, или отражает более ряда. А, нет, по словам отражает, я сказал, чтобы понять, что у тебя с вектором придет. Отражается относительно вот оси. А так она может поворачивать, она твой линейный поворачивает. На самом деле... На самом деле этой коробочке здесь ее нет. Вот у нас просто вот эта стеночка, она повернута под 45 градусов. Вот это то же самое. Вот это для того поставлено, чтобы мы в этих базисах просто поворачивать, делаем одну из диагональных, и у нас кликает либо один, либо два. Ну да. Да, вот. То есть получается у нас кликает, если мы с вами горизонтальны, то это третий, то это два, то это три может кликнуть. Могут кликнуть, да. Вот это я написал. Могут, в том числе, могут одновременно кликнуть, да. Могут выкликнуть любые из этих трех детекторов. Одновременно все три тоже могут, два из них тоже могут. Все это может быть. Могут кликнуть любые из этих трех деталей, но там просто умножение – это еси пенепи. То есть ты мог и не ляну поплавить, и ты мог на ляну на борься, не важно. Ну, а направление – это че? Паза меняется, ты комплексом виден, и коэффициент умножаешь на еси пенепи. Вот и все. Хотя там, если это был на еси пенепи, то передвое коэффициент меняется на минус. Так, давайте продвинемся дальше. Ну, опять же, я нарисовал зачем-то эту пластиночку, вот теперь на свою голову. Теперь, вот, итак, это те детекторы, которые могут кликнуть в случае каждого из посланных состояний. Вот, потом, когда Алиса с Бобом говорят по открытому каналу, Алиса говорит, а какой был базис, плюс или крест. И, допустим, Алиса сказала, что она использовала базис плюс. То есть, и теперь Боб, если он узнал, что был использован базис плюс и получил отчет в третьем или четвертом детекторе, то он знает, что вот это важно. То есть, в этом случае он получил совместный исход. Первый или второй детектор, как кликали, Бобу все равно. Я об этом сказал, да, могут кликнуть любые из этих детекторов. Нет, 1, 2, 3, 4 на этих невозможных состояниях, потому что диагональная попала, она не кликнет вот это на вот этом детекторе. Диагональная кликнет только на первом, может кликнуть, на втором не может. Здесь она может на обоих кликнуть. На то, что после кубика могла попасть нижняя диагональная. Так, ну нижняя диагональная, она здесь не кликнет, здесь кликнет. Опять же. Я к тому, что… Хорошо, когда мы плюс посылаем, может кликнуть одновременно 1, 2. Окей. Да, любой из трех детекторов может кликнуть. А четыре все не могут кликнуть ни на одном из вот этих состояний. Вы задумывали это фазовый делитель, да? Фазовый делитель. И как он? Поляризационный светоделитель. Поляризационный светоделитель, который одну поляризацию пропускает, а одну отражает. Вот. Простая штука. Ну, собственно, так устроено. Вот это вот все, это измерение поляризации в базисе плюс. Вот это вот базис плюс, это у нас базис крест. Вот это все, это просто, ну, давайте вот так вот напишу. Это наблюдаемое для базиса плюс. Внутри она устроена так. Вот это наблюдаемое для базиса крест. Внутри она устроена вот так. И теперь, если Алиса сказала Бобу, что она использовала базис плюс, то Боб смотрит на вот эти два детектора и смотрит, какой из них кликнул. Может кликнуть только один из них, если нет ошибки, и тогда Боб получает совместный исход. Может не кликнуть ни один из этих детекторов, пожалуйста, затуха не бывает, Боб не получает совместного исхода в данной позиции, они эту позицию выбрасывают. Если Алиса сказала Бобу, что она использовала базис-крестик, тогда Боб смотрит на вот эти два детектора, смотрит, какой из них у него кликнул. Если кликнул один из них, тогда здорово, Боб получил совместный исход в этой позиции. И, соответственно, он решает, что здесь он получил какой-то... Смотрите, по-хорошему такого не должно быть. То есть Алиса сказала, что она готовила в боесе крестик. Боб смотрит на детекторы, соответствующие боесу крестик, и видит, что кликнули оба. По идее, такой ситуации не должно быть, если Ева не активна. Но если оба кликнули, значит, что Ева была активна. Почему не должно быть? Мы же понимаем, что могут кликнуть. А, если боеса крестик, то не могут. Если же такое действительно произошло, то Алиса и Боб понимают, что здесь, скорее всего, была Ева. Это тоже встаёт вопрос, как им обрабатывать такой исход. В принципе, как правило, сходятся к тому, что им в этом случае нужно случайным образом считать, что это либо один, либо два кликнуло. Если это произошла ошибка, значит, произошла ошибка. То есть если кликнули оба, тогда Боб считает, что случайным образом присваивает либо один, либо другой. А дальше уже они, понятно, на этом месте будут, скорее всего, иметь какой-то ошибочный исход. Это значит, что Ева была активна. Эта схема уже получается тоже не вполне устойчива к перехватчику. Опять же, к тому же, Вадиму Макарову. Потому что он как раз на этой схеме тоже её атаковал, в том числе. В чём заключается одна из возможностей атаки? Это было практически тоже? Практически тоже. Они прям там включали презентацию. Связь со спутником, она как раз на таком этом была построена. Ну вот, и они там были, ну… А какая команда это со спутником делала? Со спутником Дженни Вайн. Китайцы что ли? Не, не китайцы, а кинадца. Дженни Вайн, по-моему. Не помню, как у него фамилия пишется. Вайн, по-моему, Томас. Я тоже у него был в лаборатории. Он тоже показывал как раз такие схемы, в том числе. И как раз такую схему тоже атаковали. Как, например, её можно атаковать? Если мы посмотрим, ну вот просто заглянем в дуло вот этого детектора, то мы увидим, что у нас, в принципе, мы увидим вот этот детектор, этот детектор, этот и этот. То есть они у нас будут такие, ну, допустим, кругленькие. Их четыре штуки. Они не идеально налагаются друг на друга. То есть у нас получается что-то вроде такое. Первый детектор, второй детектор, третий, четвёртый. Вот как-то так они настроены. То есть они не являются, прям полностью не совпадают эти кружки. Мы можем, выбирая угол, под которым мы светим сюда, вот на вот эту схему, ну, при, в общем, ну, достаточном старании мы можем заставить вот конкретный детектор кликнуть, если мы пойдём сюда, или сюда, или сюда, или сюда. Хорошо, как понять, что вы смотрите в этот канал, как вы понимаете, что эти кружки не накладываются? Как я понимаю, я свечу под разными вот углами, много-много разных точек много раз пробую и смотрю, какие детекторы кликают в этих ситуациях. То есть, да, естественно, я должен схему у себя потестировать. Почему не накладываются? Потому что очень сложно построить так, чтобы они накладывались. То есть Алиса и Боб, они же обычные такие все. От качества построения схемы. А, то есть схема идеально накладывается? Да, в идеальной схеме накладывается. В той схеме, которую реально в лаборатории можно сделать, немного не накладывается, во-первых. Во-вторых, эффективность детектора, она тоже немного зависит, она неравномерна по нему, по всему расположена. Эффективность, это я как бы простую картинку рисую, что не накладывается реально. Там эффективность у каждого детектора, она как-то плавает. Вот, и из-за этой плывучей эффективности они могут видеть о том, куда можно посвятить, чтобы кликнул, скорее всего, детектор номер 3 и не кликнули остальные. Куда можно посвятить, чтобы кликнул второй детектор, не кликнули остальные. Да, вот сюда мы можем посвятить под разными углами то, что делает Ева. Соответственно, как может Ева атаковать такую схему? Она ставит такую же прям приемную схему и смотрит, какие детекторы у нее кликнули. Если у нее кликнул, например, только один детектор, это для Евы хорошо. То есть если кликнул детектор 3, либо это означает, что было повстанно горизонтальное состояние, либо это означает, что было повстанно одно из тех состояний. Давайте мы сделаем, чтобы Боба кликнул тоже детектор 3, говорит Ева. И она здесь выбирает точечку, для которой, скорее всего, кликнет детектор 3, и под нужным углом посылает сигнал. Кликает. Как она тестирует? Она тестирует, она тестирует. То есть, да, здесь считается, что мы имеем некоторый доступ к этой аппаратуре именно для тестирования. Не для изменения аппаратуры, но для тестирования. Как я понимаю, у нас есть площадка для москового боя. Если мы кликаем в одну точку, открывается там синий цвет. Если в другую, то зеленый. Если в третью, то красный. Если в четвертую кликаем, то смей зеленого и синего. Тогда мы попадем в оба. Понимаете, да, к чему мы планируем? И в итоге, когда кликнет пятый клеток, он был очень белый цвет. То есть для Ева, как я понимаю, темное поле, куда она кликает, и смотрит, что в итоге получится. Да-да-да, она проводит много экспериментов. В каждую точечку много раз она попадает. Ну, под разным углом, на самом деле, светит на вот эту схему. И она купит статистику, смотрит, какие детекторы кликают, для какой точки. Но при этом Бог будет больше вспомнить Еве. Ну, как сказать, здесь при такой атаке мы считаем, что наша схема какое-то время побывала в руках у Евы. Ева ничего не поменяла. То есть это наше предположение. Ну да, можно сказать, что Ева как-то смогла на время проникнуть в лабораторию, она не смогла внутрь этого ящика залезть, но она смогла его много раз потестировать. То есть это Ева и делала реально. То есть они прямо под разными углами старались следить на эту схему и действительно находили, что если мы под определенным углом светим, то мы можем заставить конкретный детектор кликнуть с значительно большей вероятностью, нежели остальные. Если мы поменяем местами второй и четвертый, например, ну не изменится, да. Нет, это разные области немножечко. Если мы четвертый поменяем, то изменится смысл. Изменится? А мне кажется, здесь не изменится. Ну, одно дело… А, ну, в принципе, можно так же смотреть. Пик тогда уже первая, вторая, неважно, в том экране. Нет, но опять же, эта схема нарисована на доске. Ее можно нарисовать идеальной. Но эту схему, которую мы делаем действительно в лаборатории или на практике, там вот это не совпадение. На самом деле, я здесь нарисовал кружочки, это не совсем корректно. Реально, там просто разные картинки по эффективности для детекторов при разных углах. Но действительно, оказывается, что мы, пользуясь вот этим некоторым недостаточно… ну, неравномерностью эффективности детекторов, мы действительно можем, когда под разным углом светим сюда, мы можем заставлять те или иные детекторы кликать значительно чаще, чем остальные. А это как раз и дает атаку методам приема перепосыла. Ева вот таким вот образом получает информацию, смотрит, как есть детекторов у Евы кликнули, и в зависимости от этого под нужным углом отправляет сигнал Бобу, и чтобы у него кликнули те же детекторы. Если у Боба кликнули те же, что у Евы, то здорово, получается, Ева получила информацию частично из этого импульса и никакой ошибки не внесла, потому что у Боба там же и кликнуло, где кликнуло у Евы. Вот тоже как бы одна из атак, которые обычно Макаров рассказывает, когда говорит о своих результатах, в том числе он как раз на конференции любит рассказывать про то, что борьба с этой атакой, которую Джейн Ивань, по-моему, предложил, заключается в том, что мы здесь ставим такую заслоночку с маленькой дырочкой, чтобы нельзя было под разными углами светить. И, соответственно, у Макарова была борьба с этим, это просто берем мощный лазер и эту заслоночку этим мощным лазером просто убиваем. Да, он на конференции показывал, как он игрался с этим заслонкой, как он сжигал. Да-да, это я помню, я тоже был на его выступлениях. Ну, в Москве она была в июле, да, месяце. Так что, да, там тоже Макаров как раз рассказывал, да, и он тоже как раз там вот, пока у меня там взрыв был на тоске. Я его видел только с русским акцентом, я его в другом виде не встречал. Не-не, ну, в Канаде он тоже со всеми говорил с таким же русским акцентом, да, то есть вот это у него фишка. Вот, ну вот, это, собственно, одна из, опять же, возможностей атак на реальную схему протокола. Вот, теперь если не говорить об атаках на реальные схемы, а теперь уже перенестись в более какие-то идеализированные материи, то на самом деле атака на такой протокол, она тоже возможна, когда мы, когда Ева знает, что иногда могут получаться импульсы с несколькими посылками. Что делает Ева? Это называется PNS-атака. S-photon-number-splitting. PNS-атака. Но при мощном лазере, который открывает эту пластику, тоже это дополнительный пункт, как и уже есть детекторы? На другой частоте лазера пуляет, что детекторы от этого им не страшно. Вот я спрашивал, как раз у них, вот скажешь, что нет, на другой частоте, если лазер это делает, тогда он для детекторов не безопасен. В такой атаке. То есть опять же, эта атака, она как бы теоретическая, пусть у нас схема идеальна, с тем лишь исключением, что у нас источник – это ослабленные лазерные импульсы. Что делает Ева в этом случае? Ева может померить, сколько фотонов содержится в импульсе. Это она может померить, не нарушая состояние фотонов. То есть у нас как было изначально состояние такое, что смесь вакуума, состояние с одним фотоном, с двумя фотонами и так далее. Вот так оно и остаётся таким же. То есть число… Как это делать? Да, количество фотонов не меняет состояние. Не меняет состояние. У нас вот это как когеретное состояние с усреднением по фазе, оно выглядит очень просто. Что это состояние какое-то ρ, это p от n, сумма n, n. Вот и всё. И n от нуля до бесконечности. А вот это – это павассоновское распределение вероятностей. Наши наблюдаемые выглядят очень просто. m – это n, n. Вот и всё. А вот эти n-ы, они поляризованы, могут быть как угодно. И здесь мы просто считаем количество фотонов. Мы не смотрим на поляризацию каждого из фотонов. Я говорю про то, что если мы даже если кто-то наблюдаем, что у нас ρ, идёт в корень, ну, слева и справа можем, в корень n, ρ. Да, всё хорошо. Вот протон говорит, что мы когда проецируем на что-то, когда проект, мы уничтожаем состояние физическое. То есть у нас хорошо было бы сделать так, ну, как ты можешь делать? Ты берёшь, отводишь светоделителем часть себе, да, и изучаешь это состояние, а остальную часть справа и так же. Не-не-не, не так, смотрите. У нас всё довольно просто. Я говорю про то, что если мы сфотографируем, то у нас уйдёт состояние. Не, не уйдёт. Оно будет таким же. Смотрите, потому что вот это вот означает, что у нас n фотонов с вероятностью p от n. Ева измеряет количество фотонов такой наблюдаемой. Она получает, что у неё n фотонов с вероятностью p от n. Так она и получает. Да, но я говорю, когда вы что-то меряете, вы уже фиксируете. То есть это же фундаментус. Нет, здесь эти фундаментус как раз нас не очень тревожат, потому что Ева с вероятностью p от нуля получит вакуум и пошлёт дальше вакуум. Она пошлёт дальше вакуум, а не исходное состояние. Правильно? Да, да, да. Она и становится источником, который n фотонов поставляет с вероятностью p от n. Потому что с вероятностью p от 1 она пошлёт 1 фотон, с вероятностью p от 2 она пошлёт 2 фотона. Это как раз не нарушится у нас состояние. Оно у нас такое и будет. Какой ошибки? эффективность данного бежим у нас же его она идеальная у нее есть с идеальной эффективностью это не идеально конечно я у тебя идеально здесь они как раз фазу не используют и алиса и боб считается фазу не знают состояние которое пошлется и его не знает этой фазы вот когда они не знают фазу у них вот так вот описывается состояние при усреднении по фазе вот как раз здесь этот смесь вот именно такая и юта его как раз может в принципе измерить не разрушив состояние то есть опять же измерение количество фотонов можно так давайте пишем его измеряет число фотонов первое второе если фотон 1 или 0 его блокирует импульс число фотонов n пишу если n 0 или равняется 1 импульс блокируется сложно это сложно это 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 да да нет известно что и нас действительно десятилетия от этого отделяется так можно было сделать но опять же идеальная его верно верно это это очень сложно это везде пишут что это практически нереализуемо сейчас никак но опять же в теории можно все они не практическая я его опять же его не париться по поводу практической стороны также мире а слабые или сильные и все равно наблюдаемую его она вот такая и опять не нет все берет все состояние мерит число фотонов в нем не нарушая само состояние фотонов можно да она она то есть статистика получается такая же у него то есть его вот такое состояние взяла такое состояние отправила дальше да здравому смыслу посмотрите вот допустим представим простой случай п 00 плюс 1 минус p 11 нормальное состояние квантовое его может померить состояние 0 или состояние 1 она и отправить его дальше может и она не нарушит состояние это ну в каком-то роде классическое состояние в него ошибка не вносится его смотрите с вероятностью п его получает 0 и отправляет дальше вот это состояние с вероятностью п а с вероятностью п 1 минус п она получает 1 и отправляет дальше это состояние 0, изготовляя 50%, потому что P 50 раз 50, 0,5, а то она могла применять состояние 1 и достанять его за 0. Не-не-не, смотрите, вот это состояние Евы меряется. С вероятностью P она получает 0, с вероятностью 1-P она получает 1. Согласны, да? Стало быть, дальше Ева с вероятностью P посылает состояние 0, а с вероятностью 1-P посылает состояние 1. Хорошо, а какое смешанное состояние? Вот оно, смешанное состояние. Ева, измеряя его, получает с вероятностью P 0, с вероятностью 1-P 1. И дальше она посылает с вероятностью P 0, с вероятностью 1-P 1. Смотрите, вот что сейчас возможно, секундочку, что возможно нас прояснить? А если приходит состояние корень из P 0 плюс корень из 1-P 1, вот это состояние Ева нарушит. Потому что если она его измерит, то она дальше будет посылать вот это состояние. Это нарушение. А если вот это состояние приходит, и Ева меряет, и дальше посылает то, что получилось, она вообще не нарушается ну вот в данном случае у нас наблюдаемая просто стоит из 0 единица да да вот ну да да вот это смешно да вот это смешно анондо свал дальше в этом слове не то если приходит чистое состояние до да она посылает с между ноги вместо чисто в этом случае вот есть вот это приходит его его мере это дальше она посылает в это состояние это плохо дано нарушает исходное состояние В этом примере, да. Но у нас-то в примере смешанное состояние. Да, это смешанное состояние. Вот они такие, видите, как я написал, как они выглядят. Не можем чисто ее посылать. В принципе, можем, но с учетом рандомизации фазы они вот такими смешанными и получаются. Мы фазу не меряем в протоколе V84, мы меряем поляризацию фазу. А если мы усредняем по фазе, то у нас и получаются смешанные состояния. Честно говоря, я сейчас эту формулу не выведу на доске. Но если у нас происходит состояние с неизвестной фазой, и мы не знаем, какая фаза, она равномерно распределена у нас по окружности, то тогда это эквивалентно посылке вот таких вот состояний. Честно, формулу я не выведу, да. Вот здесь вот извиняюсь. Мы рассматриваем Алису и Бобу, которые вот такие состояния для начала генерируют. Почему они не генерируют чистое состояние? Не генерируют чистое состояние. Потому что, сейчас скажу, они генерируют чистое состояние реально, но с неизвестной заранее фазой. Почему ФА? Они неизвестны, какая фаза сгенерируется. То есть у нее детектор, ее лазер выплюнул состояние чистое, вот какое-то там А умножить на Е в степени и ФИ. Она заранее не знает, какая будет ФИ. А смешанное состояние она знает? Смешанное состояние. Нет, смотрите, если вот это состояние теперь, мы возьмем смесь таких состояний для всевозможных ФИ, как выражается интеграл, ДФИ делить на 2П, А умножить на Е в степени и ФИ. Правильно? Вот так вот. Вот это и будет записываться. Опять же, я это формула к смешанным состояниям вот таким. Это и будет оно, это будет… Алиса и Боб такое вот, они посылают состояние с неизвестной заранее фазой, которую они не контролируют. И это то же самое, что они посылают смешанное состояние. Математически это описывается как смешанное состояние. Если они контролируют фазу, то это уже другая песня. Но в данной схеме фазу они не контролируют. Обычно, когда они контролируют фазу, что они действительно посылают реальное состояние α на α, например, то, что я рассказываю, или α на минус α. Вот это вот, они посылают два таких средств. Фаза на самом деле, им она заранее тоже неизвестна. Какая выплюнется, такая выплюнется, какую даст им лазер фазу. Но, по крайней мере, относительную фазу они контролируют, за счет этого они достигают кодирования в разность фаз. Здесь они посылают одиночное состояние, у которого фаза заранее неизвестна. Поэтому такое состояние описывается спешным состоянием. Это то же самое, что смешанное состояние? Да, это то же самое, что смешанное состояние. Опять же, я, к сожалению, сейчас эту формулу не выведу. Это вот то, что я и написал. Потому что, если он будет принимать это как чистое состояние, он прокатает фазу? Да, он в фазу не упадет в то, что надо. То есть он больно? Вот, то есть у них получается... В смешанном состоянии фаза, ну какая угодно с равной вероятностью. Это никакая там... У n есть степень f. У бра вектора есть степень минуса f. Поэтому приколы-то там фаза нет. Если здесь это фазу n, вот ты переумножь. Е степень f на n, а вектор и мой мидл сопряженный, это е степень минуса f, понимаешь? То есть, хочешь сказать, фазу n? Нет фаза. Она здесь, она не актуальна, скажем, для такой записи, я так сказал, да. Хорошо. Так, хорошо. Посылка блокируется, если 0 или 1, да? Да, если 0 или 1. Да, то есть имеется в виду его незаметно, здесь ничего не может сделать. А вот теперь, если n больше или равно 2, то его оставляет себе один фотон. А остальные отправляют Бобу, да. А чтобы из него получить информацию. То есть померят его, да? А потом померят, да. А остальные отправляют Бобу, вот. И по идеальному каналу, конечно же, отправляют, чтобы там потери компенсировать и так далее. А алиса с Бобом созваниваются, и Алиса говорит, какие базисы она использовала в каждой посылке. И Ева тут знает, как ей верить этот фотон, в каком базисе. В базисе плюс или в базисе крестик? Как она хранит этот фотон? Хранит в квантовой память. Ева же хорошая, а у неё есть квантовая память. Эва слишком идеальна. Слишком идеальна? Нет, ну на самом деле квантовая память… Ну простая квантовая память – это моток оптоволокна, в котором этот фотон крутится, крутится, крутится. Это как бы такая примитивная. Да, ну а так, конечно, это сложно. Но у нас, опять же, Ева много что умеет. Она может заменять канал на идеальный канал, она может измерять количество фотонов, потому что в природе не запрещено измерять количество фотонов. Опять же, наблюдаемое есть, значит, можно. И она может, частности, в квантовой памяти у себя сохранить фотон. В квантовой памяти более сложная. Вы понимаете, запись в каком-то регистре состояния фотона? Да? Правильно? Да, она может у себя это состояние хранить, пока оно ей не понадобится, в каком-то регистре, не в регистре, ну, не уточню. Да, непомеренная, да, просто пока не измеряю. Она ждёт, 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 когда Алиса и Бобу по телефону созвонились, тогда-то она его измеряет. Почему после? Почему после? Потому что теперь она знает, в каком боюсь ей мерить. Она знает, был боюсь плюс или крест. До того, как Алиса и Бобу созвонятся по телефону, она этого не знает. А теперь знает. Поэтому теперь она может из этого одного фотона извлечь всю необходимую информацию, потому что она знает, как его мерить. Если она будет до Алисы и Бобу его измерять, то она будет не знать, в каком боюсь его мерить. Она может частичную информацию излечь из этого фотона, но это будет малой информации. То есть она может наугад померить его в каком-то из базисов, но это будет уже не то. Смотрите, потому что когда их два и более, то тогда его может один себе взять, а другой отправить Бобу. Ей же нужно, чтобы Боб тоже получил совместный исход данной позиции. Зачем Алиса посылает Бобу два и более? Потому что они пуляют лазером. А лазер он иногда выдает два и три. Нет, он дорогой и сложный, и Алиса с Бобом считается таким не обладает. Он будет затухать? Да, он будет затухать, он будет дорогой. Он будет затухать. Да-да, мы рассматриваем практическую ситуацию, когда они используют лазер. Это важнейшая практическая ситуация, именно что Алиса с Бобом использует лазер, и из него пуляют. Конечно, мы уже уже последние занятия 5, по-моему, рассматриваем Алиса с Бобом, который использует лазер. Вы что-то пропустили. Да, именно лазер, который, если бы у них был не лазер, она могла бы строгие одиночные фотоны генерировать, которые бы не очень затухали, то было бы всё намного проще в нашем мире. Нет, нет, нам-то как раз интереснее, чтобы Алиса с Бобом ограничены нынешними технологическими возможностями и просто по деньгам ограничены. А у Евы она может что-то, что хочет делать. И потом Евы снять ещё каналы идеальнее, чтобы они не замечали, что меньше потону. Ну, точнее, всё равно они, в принципе, будут замечать, потому что вот эти самые частые ситуации, когда у нас 0 или 1 для слабых импульсов, это самые частые ситуации. Евы блокируют по ссылке некоторые. Поэтому всё равно у нас есть некоторая критическая длина линии связи, начиная с которой возможна такая атака. На совсем коротких расстояниях она невозможна, потому что у нас будет слишком много импульсов, которые Еве приходится блокировать, и то, что она их блокирует, станет заметным. Станет заметным, что блокирует, потому что просто многие состояния, они внезапно перестанут долетать до Боба. Такую длину? Кстати, почему бы и нет хорошего предложения? Критическую длину для протокола. То есть начиная с какой длины линии связи, у нас возможна такая атака. Ну или начиная с какого затухания в децибелах. Вот, то есть начиная с какого-то, потом в 4 после согласования байосов, Ева измеряет свой фотон. Да, во втором пункте у нас Ева блокирует импульс, если только один ноль или один фотон в нем. А их многовато, таких импульсов будет. И просто иногда Боба будет слишком часто ничего не получать из-за того, что Ева блокирует. Они просто используют маленькую интенсивность у лазера, поэтому в этом лазере будет часто встречаться импульсы с нулем и одним фотонов. И из-за этого Еве при применении такой атаки придется блокировать эти посылки. И получается, она слишком многие посылки будет блокировать. Если Ева блокирует 95% посылок, а Боба с Алисой на таком расстоянии друг от друга, что они ожидают, что 30% посылок придут, то у Еви никак не получится незаметно такую атаку провести. Боба с Алисой измеряет свой фотон. Кстати, тут же у нас перемопланирование. Оно говорит о том, что если состояние неизвестное и является сепарабельным, то есть можно факторизовать, то нельзя, кто еще спланировать. спланировать можно только сцепленное состояние. То есть я к тому, что тут еще удается ей как-то вот, ну реально, она реально планирует спланировать это состояние, потому что оно его, то, которое приходит, и оно не попереловано, не является сапарабельным. Оно смешан ноге. Ну да, если бы оно являлось сапарабельным, то оно не могло адаптироваться. Ох, не очень я с вами согласен, потому что, смотрите, мы не можем планировать набор, например, неортогональных чистых состояний двух. Вот про сепарабельность я как-то с вами не вполне согласен. Давайте, если вы аккуратно сформулируете мысли, я бы с ней... Ну, про то, что она так не смогла делать вообще, как она планировала, если бы мы изначально послали сапарабельные... Что-то нет, нет, по-моему, вы неаккуратно формулируете, и я даже с сепарабельностью не очень согласен. Что она говорит? Она характеризуется в количестве, чем еще, чем... А, ну не, правда, что говорить именно о клонировании? Сепарабельное вы имеете в виду разделимое, ну, не сцепленное. Ну, это практически ни при чем. Здесь сепарабельность, по-моему... Как это уживается с теоремом запрете клонирования? Вот так вот уживается. Вот это состояние, представьте себе, его может измерить, не внеся ошибок. Смотри, приходит смешанное состояние, и вообще в каждой конкретной ситуации она это смешанное состояние меняет, но в среднем она его оставляет таким же. Правильно. Вот это состояние, представьте себе, вот это состояние, которое приходит... мне не цели вопрос про сепарабельность лучше опять же сейчас не говорить потому что опять же по-моему вы как-то что-то где-то не так поняли потому что пара листови не причем запрет клонирования вот я даже не знаю какой-то связи опять же вот это вот вам вам смешанность этого состояния она вас смущает вот давайте хорошо давайте просто представим себе помогает мне мешает пока ну давайте просто мне кажется у вас именно вот непонимание именно из-за того что это смешанное состояние и его отправляет одно из возможных и начек одну из и вам это не нравится потому что вам кажется что его должна вот прям такой состояние отправить она отправляет одно из н состоянии одно из вот таких состояние отправляют вместо того что iPad такой а я вроде это одно и тоже что его отправляет вот такое состояние либо она про ведет одно и с соответствующими вероятностями потому что это смесь до опять же я подбросил монетку она у меня упала там вот как-то нужно что-то упало и тут кто-то прибежал и посмотрел как у меня упала монетка он измерил монетку но он не нарушил ее состояние но он измерил ее состояние он посмотрел на монетка этого на той на той же стороне и лежит она уже классический ситуацию это тоже класс в классической ситуации вот это вот этаж классической ситуации монетка которая совят на pacto и упал он обовременность а также выпало на единицу вот это так и описывается если кто-то прибежал и посмотрел он с вероятности п увидел что это 0 соответнали ulice ты увидел что единица он не распределяют орд plays я никак не поменял и примите квантовые это обобщение классической ситуации. В некоторых случаях их можно померить, не меняя состояние, в некоторых случаях нельзя померить, не меняя состояние. Это состояние Psi , если мы померяем его в базисе Psi, Psi ортогональное. Мы в таком базисе можем его померить, и мы не изменим состояние, оно останется таким же. Это не значит, что оно стало классическим, Хотя, а не квантуэлл? Нет. Просто мы выбрали такой же базис, в котором этот диагональный вид имеет оператор. Здесь то же самое. Мы меряем в том базисе, в котором этот оператор имеет диагональный вид. Поэтому наше состояние не нарушается при таком измерении. Здесь поэтому не переживайте, потому что мы действительно здесь проводим измерение количества фотонов, которые не нарушают состояние фотонов. Вот так можно. Так, теперь. Так, еще время есть. Хорошо. Как бороться с атакой с разделением числа фотонов? Первый и простой способ борьбы с этой атакой заключается в том, что мы вместо того, чтобы использовать BB84, в котором они состояния ортогональны между собой в каждом базисе, опять же, сейчас мы потихонечку уже про эту схему давайте начнем забывать. Кстати, давайте я ее на всякий случай сотру даже с доски. Использовать, чтобы они были не ортогональны в базисе плюс и не ортогональны в базисе крестик. Так, давайте я напишу кандидаты на таких состояний, но кандидаты, сразу скажу, не самые лучшие. Но мне кажется, будет сложно сказать, чем же они плохи. Так, 0 в базисе А, давайте будем говорить. Это у нас косинус, ну, чтобы следовать обозначениям статьи, ну, которые я вам тоже порекомендую, я это буду обозначать это пополам 0 плюс синус, это пополам единица. Косинус это пополам 0 минус синус, это пополам единица. Теперь для базиса B, который второй базис, 0B. Это Алиса готовит в таком боевом состоянии. Косинус это пополам 0 минус синус это, плюс точнее i, и синус это пополам единица. 1B, да, косинус это пополам 0 минус i, синус это пополам единица. Нет, это состояние, которое готовит Алиса для Боба. Ну, 0B, это B, это бальность которого. А и B, это базисы. А это базис, ну, вместо плюсика, считайте, B это базис вместо крестика. В принципе, если у нас это равен π пополам, то тогда это BB84 и есть, тогда они взаимноортогональны. Только BB84, в котором у нас вместо, ну, базис x и z, у нас базис x и y. С единственным отличием просто, чтобы обозначения были вот такие. Так, 0а на 1а равняется, 0b на 1b равняется косинус это. Опять же, при это равное π пополам у нас получится как раз вот в точности протокола БВ84. В той лишь разнице, что у нас вместо z базиса мы используем y базис. Вот, на самом деле, такой… То есть что происходит дальше? Алиса посылает Бобу состояние, приготовленное в одном из этих базисов, 0 или 1, а Боб использует измерение e с тремя исходами либо в базисе а, либо в базисе b. Как выглядит измерение с тремя исходами? Я, опять же, вам несколько раз писал, лучше избавиться менять необходимости еще раз вам писать. То есть это измерение, которое иногда дает несовместный исход, зато иногда точно говорит, что это было. То есть это измерение, которое иногда говорит точно был 0 или 1 в базисе а, а иногда дает несовместный исход. Или измерение, которое точно говорит в базисе b, что это было, а иногда дает несовместный исход. Не ноль, не один, и состояние испортилось. Со знаком вопроса, да. Неопределённый или несовместный исход? Вот. Уже сохнет. Можно вопрос, почему у нас в этих базисах, точнее в этих состояниях, используется количество фотонов? Что это значит? Количество фотонов нет, здесь уже не используется. В смысле n, n это что? Нет, это пи пополам. n это пополам, это греческая буковка. Я просто, чтобы следовать обозначением статьи, я вот греческую буковку использую. Поляризация, которая вдоль вот этих вот осей у нас распределяет. Это угол, параметр. Косинус это, это угол между состояниями внутри базиса. А стоя между вот этим направляющими? Да, да. А под нулём нужно? Под нулём мы понимаем ориентацию в одном направлении поляризация, под единицей в другом. Да, да, вот. Ну и один это базис по поляризации. Соответственно, ну, не знаю, как сказать. Ну да, так и сказать. Вот. На самом деле, то есть получается, смотрите, что Алиса и Боб делают. Алиса и Боб выбирают неортогональное состояние для посылки в каждом базисе. И Ева теперь, даже если такую схему проведёт, она иногда будет иметь действительно один фотон у себя. И она может его померить в нужном базисе. Но даже померив этот фотон в нужном базисе, Ева не получит из него всей информации, потому что это неортогональное состояние у Ева. То есть мы ей чуть-чуть испортили жизнь. Уже как бы на душе стало лучше. Мы не можем из него получить все информации. Нет, пока что мой очень простой факт, что из неортогонального состояния мы максимум можем получить величину Холева. Вот то, что мы говорим. Все информации, которую мы можем получить. Если Ева теперь вот прям по такому сценарию атаковала, то у неё на четвёртом шаге она знает базис, у неё есть фотон, который она может в этом базисе измерить, но она знает, что теперь ей придётся измерять, отличать 0а и 1а, или 0b и 1b. Это неортогональное состояние, все информации она из них не получит. То есть Еве хуже, чем Алису и Бобу. Алисе и Бобу. Да. Ага. Так, 4 штрих пункт, давайте. Ева вынуждена получать информацию из неортогональных состояний. Давайте так напишу. Её информация ограничена. Да, из-за этого её информация ограничена. То есть она точно не может определить, посылавши 0 в данной позиции или единица в данной позиции. Потому что теперь уже она не… Раньше это были ортогональные состояния взаимно. Но опять же представьте себе, что это у нас равно π пополам. То есть угол между нулём и единицей тогда нулевой, ну, π пополам угол между нулём и единицей, Ева может их достоверно различить. В этом случае такая PNS-атака возможна. Если они неортогональны, тогда атака в принципе-то возможна. Только Еве она уже не так выгодна, потому что Ева меньше информации из неё получает. Вот, однако, именно такая конфигурация состояний, она вообще говоря, даёт Еве некоторые возможности. лазеечку оставляет Еве. Вот, наверное, сейчас самое время сделать перерыв, в который вы, может, подумаете о лазеечке, хотя, опять же, лазеечка непростая, и если вы найдёте её, это будет хорошо. А не найдёте, ничего страшного.